В Кыргызстане дорожают продукты первой необходимости. По самым скромным подсчетам рост составляет 5%. Причиной скачка стали курс доллара, а также обвал национальной валюты Казахстана. Подробности у Джазгуль Каримовой. Частный детский сад в Бишкеке с детьми преподавателя Елена Безродного, она же руководитель этого дошкольного учреждения, весело поет, постоянно улыбается. Но вне занятий ей не до шуток. Расходы на питание растут почти еженедельно. На днях хозяйке учреждения пришлось пойти на непопулярные меры. Действительно поднялись продукты в цене. Основные продукты такие, как мясо, как яйца, как сахар. Связано это тем, что большинство продуктов у нас импортируется с Казахстана, там поднялись цены на продукты. И мы вынуждены были поднять оплату за детский сад. А это оптовый рынок. Именно отсюда муку, крупы и другие продукты увозят в регионы. В последние несколько недель продавцам приходится объяснять, почему мешок муки подорожал на доллар, растительное масло на 27 центов, сахар на 10 долларов. Все думают, мы тут сидим, накручиваем цены. Нам разве это выгодно? У нас большая конкуренция. Доллар подскочил. Все поставщики отреагировали. У них же контракты в долларах. Мы большинство продуктов же импортируем. Я надеюсь, что сейчас цены пойдут вниз. Сом начал укрепляться. Работники антимонопольного агентства рост цен подтверждают. Стоимость импортных продуктов, а это мука, макароны, крупы, растительное масло, чай, увеличилась в среднем на 5%. Чиновники не могут пока ничего сделать. Законы не позволяют. По ним регулирование возможно. При росте цен выше 20%. Мы неоднократно собирали уже у себя в рамках нашего агентства ассоциацию хлебопеков. Мы собирали крупных производителей муки, наши крупные мукомольные предприятия. Мы собирали представителей крупных торговых сетей. Ежедневно проводится обсуждение. Нам удается прийти к единому мнению, что наши предприятия, особенно мукомольные, от которых зависит стоимость хлеба, чтобы они сдерживали цены. Также при правительстве создана специальная рабочая группа, которая постоянно мониторит рынок продуктов.